Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с четырех до пяти. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Йома от смоусамэх, всех причастных. С праздником Дня Независимости Израиля, друзья, я объясню важность цифры 76 в последнем сегменте в этой программе с Божьей помощью. Приношу свои извинения за то, что вчера не мог выйти в эфир, и сегодня утром тоже, по причинам от меня независимых. Моя кондиция заставляет меня сейчас быть в очках, поэтому я приношу свои извинения еще раз. Я не блатую здесь в очках, в темных. Просто так мне нужно сейчас. Я надеюсь, что к завершнему дню уже можно будет их снять. Так хотелось бы, по крайней мере. Вот. Простите. Сегодня программа будет построена по следующему принципу. Вначале мы коснемся визита Блинкена в Киев. Это важно. Количество программ. Просто я не мог сегодняшний эфир пропустить под некоторыми моментами. Во-первых, очень-очень много новостей. И если не сделать сегодня, не прийти сегодня, то потом не разгрести все это. Вот. Слишком много важных событий. Визит Блинкена в Киев. Первый момент. Перестановки воскресные в кабинете министров России. И второй момент. И 76-я годовщина независимости Израиля. Обычно мы всегда делали целую программу этому посвященному. В этот раз из-за насыщенности новостей и понимания общей ситуации, которая у всех присутствует, обграничимся одним сегментом. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Все, что нужно, мы скажем. Такой примерно план. Как со мной связываться, вы знаете. Для прямого эфира. 347-460-877. Это смс-портал прямого эфира. Ну, а те, кто смотрит на ютубе, добро пожаловать. Вчера программы не было. Сегодня зато есть, слава богу. Это, конечно, запись. Но там со мной легко вступать в коммуникацию. Подписываться на канал. Ставьте лайк. Комментируйте. Это поднимает программу. В лентах других пользователей. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Полгода не было Энтони Блинкина в Украине. Он обещал приезжать намного чаще. Но не мог этого сделать, потому что ресурс ограничен. А Ближний Восток все-таки в адженде госрекретаря США занимает более важное место. Хотя тут сложно, на самом деле, учитывая, что на Ближний Восток, как бы, ну, по отношению к тому, что происходит в Восточной Европе, вещи, они, как бы, там такими и были. За исключением того, что атака была бы прецедентная 7 октября. Да, самая крупная террористическая атака в истории государства Израиля. И ответ, как обещал Энтониагу, библейский, на самом деле библейский. Правда, до библейского, конечно, он не дотягивает по... То есть, если понимать под библейским прям реальные вещи, которые даже, фух, не хочу произносить, которых не происходит. Но он почти под этот ответ, на самом деле, на мой взгляд, почти, как бы, библейский, да. Потому что территория газа сегодня напоминает Сталинград, наверное. Да, можно такое сравнение провести. Я имею в виду север, центр и начало, как бы, южной части сектора. Сегодня все находится в руинах. Ну, а вопрос не в том. Вопрос, на самом деле, в успешности окончательный. Но мы об этом поговорим чуть позже. Блинкин прибыл в Киев по нескольким причинам. Главное, конечно же, добавить немного энтузиазма и произнести слова поддержки, которые необходимы сегодня украинскому руководству в ситуации, в которой украинское руководство сейчас находится. По нескольким моментам. Во-первых, потому что достаточно долго не приходила помощь обещанная. Она была слишком надолго задержана. И это, конечно, повлияло на возможности сопротивляться тому наступлению, которое идет сейчас. И, несмотря на то, что уже поступают боеприпасы, это все равно происходит с недостаточной скоростью. И далеко не все, что было обещано, поступает сейчас, а это нужно. И, опять же, вопросы ПВО, конечно же, которые, мы говорили уже об этом раньше, затрудняют возможность Украины защищать свое небо. Чем, естественно, пользуется русская сторона. Российская сторона, усиливая обстрелы, нанося удары все более точные и все большим количеством. Вот, ракет, бомбы и всего того, что есть в распоряжении Российской Федерации, в том числе, естественно, дроны. Потому как эта война, она, наверное, первая в истории такого широкомасштабного, да, использования беспилотных летательных аппаратов. Такого массированного применения мы еще никогда не видели. Или это как бы начало пятого поколения Ворфа, наверное, да, можно сказать, исходя из истории того, как военные технологии развивались. Теперь и как военная тактика и стратегия развивалась за последние тысячелетия. В общем, это что-то новое, мы такого никогда раньше не видели, и теперь это расширяется, и это, естественно, будет все больше и больше применяться. Опять же, не то, чтобы это сильно снижает количество потерь с обеих сторон, но может дрон выполнять те задачи, которые значительно более рискованно выполнять летательному аппарату с человеком внутри. Давайте скажем так. Теперь. Значит, Блинкин, выступая, должен был говорить вещи, которые противоречили ему же самому, когда он говорил их в Финляндии. Он говорил, там, да, карма такая страшная штука на самом деле. Там он рассказывал про то, что российская армия, напомню, в Финляндии, выступая, по-моему, это было в 23-м году, еще в начале его, выступая в Финляндии, и он говорил о том, что российская армия должна была быть, считалась второй армией в мире, и сегодня она вторая армия в Украине. Вот, и вторжение, это, на самом деле, стратегический просчет и failure, да, как он называл Путина. Ну, как показывает время, это так не получилось. И теперь ему нужно объяснять и говорить и рассказывать украинской администрации, каким образом, как планируется ей помогать для того, чтобы выдержать серьезный натиск, которому она сейчас подвержена. Что происходит на фронте? На фронте идет наступление под Харьковом, ну, на самом деле, далеко до Харькова еще, да, бои сейчас идут только в районе Волчанска, который наиболее близкий город к российской границе, к Белгороду, например. И понятная, кстати, причина, почему именно там, то есть, как бы тут есть несколько аспектов, на мой взгляд, опять же, не военный эксперт. На мой взгляд, мне представляется, что так как все-таки обстрелы Белгородской, Курской области очень серьезные и Белородской, особенно, области, они, я так понимаю, идут из Харьковской области, правильно? Соответственно, нужно отбросить, надо лишить украинскую сторону возможности стрелять по Белгороду, такова логика российской армии, я так понимаю, российского руководства. И это первый момент, да, наступление именно поэтому происходит там. Это первый момент, есть еще, и они, может быть, даже более важные, потому как, также мы уже понимаем, что продолжаются боевые тяжелые действия на Донбассе, и для того, чтобы отвлечь, значит, значительные и весомые ресурсы от защиты Донбасса украинского, наступление на Харьков началось. Причем, как отмечают украинские паблики, украинские аналитики, украинские комментаторы, что, на самом деле, далеко, не все, совсем далеко, не все возможности Россия сейчас использует в наступлении на Харьков, потому что резервов у нее для этого накоплено много больше, и если будет надо, чего опасается больше всего украинская сторона, что также могут начаться наступления на других направлениях, потому что рения фронта очень широкая, и чем больше таких новых направлений будет открываться, тем тяжелее будет, грубо говоря, администрации военной, да, Зеленскому самому заниматься менеджментом тех небольших ресурсов, которые есть, короче, недостаточные ресурсы, которые есть, надо будет размазывать на очень широкий бутерброд, я имею ввиду, да, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, слишком тонко, а там, где тонко, как известно, там рвется, поэтому задачи очень тяжелые сейчас стоят перед украинской администрацией, каким-то образом надо выстоять, и опять же, для этого, конечно же, бы помогли украинской стороне боеприпасы, без сомнения, и такие ракеты, которые позволяли бы наносить удары по российской логистике, для того, чтобы затруднить наступление, затруднить снабжение российских войск на передовой тоже. Это все понятные моменты, вопрос, могут ли Соединенные Штаты и их союзники все это быстро поставить, и успеют ли, раз, да, это первое, да, и второе, поможет ли это, да, естественно. Вот такой момент сейчас, он происходит, он виден, и это, конечно же, перед Блинкеном ставит задачу очень сложную. Теперь ему нужно поддерживать, естественно, президента Зеленского в том, что он делает, и нужно каким-то образом объяснить президенту Зеленскому, что Соединенные Штаты Америки никаким образом не оставляют Украину один на один с ее врагом в этой войне, и будут продолжать ее поддерживать. Вопрос, ну, эти полгода, допустим, понятно, да, оставшиеся до выборов США, даже, ну, скажем так, сейчас пятый месяц, еще семь месяцев понятно, да, пока Байден президент в любом случае. Что произойдет, если Байден проиграет? Да, это очень большой, серьезный вопрос, который, конечно же, Зеленский себе сейчас задает. Вот, и, честно говоря, в той ситуации, которая сейчас складывается, тут еще же есть некоторые факторы. Опять же, по сравнению с тем, как эта война начиналась, на сегодняшний день многие вещи, кстати, в Остриджону об этом пишут, что российская армия сегодня, это все не та российская армия, которая начинала войну в 22-м году, нет у этого шапками закидаем, нет этого, нет Блицкрига, есть как бы кропотливая такая мясорубка, которая происходит. Да, есть медленное, медленное, медленное движение, без каких-то установленных сроков, да, есть продвижение, и есть понимание с российской стороны, что это может быть очень-очень долгим, почему я объясню чуть позже, как это видно, да, что есть такое понимание. Теперь, если это может быть очень-очень долго, это war of attrition, да, война на истощение, то, опять же, мы говорим об огромных ресурсах, которые, конечно же, не бесконечны, но они огромные. Это касается и человеческих ресурсов, и экономических ресурсов, и боеприпасов, и, опять же, возможности получать технологии, которые Запад пытался от России закрыть через другие каналы, и возможности аутсорснуть, да, то есть навалить производство боеприпасов вне пределов России, значит, ощутимое, да, производство боеприпасов, я сейчас о Северной Корее, и получить достаточно дешевые иранские дроны тоже. Все это вместе, естественно, умножает возможности в этой войне, как бы, одной из сторон. Резервы же украинской стороны сильно ограничены, потому что, во-первых, война уже достаточно давно продолжается, во-вторых, просто под численность населения и боеспособного, в том числе, подлежащего призыву населения Украины, значительно меньше. Ну, и, опять же, средства финансовые, которые эта война стоит для Украины и ее западных союзников, очень большие, значительные средства. Считали, что около 100 миллиардов уже эта война стоила, например, Соединенные Штаты Америки, и пока парадигма диалога не вступает в силу, нету, как бы, никакой возможности здесь, мне так представляется, никакой возможности нет здесь, каким-то образом это... То есть, инициатива, скажем так, да, она же не на стороне Украины, она не на стороне западных партнеров, да, Украина же обороняющая сторона в этой ситуации, соответственно, не от нее зависит каким-то образом ускорить этот момент. И пока на севере от Украины есть понимание, есть желание продолжать, то нет никакого способа это желание, это понимание каким-то образом откорректировать. Тут потому что война воспринимается на севере от Украины как первоочередной национальный интерес, я сейчас расскажу, откуда я это знаю. Вот. И, соответственно, об этом уже не стесняясь говорить президент Российской Федерации, особенно сразу после инаугурации, Соответственно, раз так, то очень сложно каким-то образом представить себе выход из этого, из сложившейся парадигмы. Получается, что нет никакого выхода, нужно продолжать воевать, нужно продолжать защищаться и пытаться отбить территории, которые были заняты. Но пока, как бы, отбить территории, которые были заняты, уходят теперь на будущее, а сейчас стоит основная задача не дать занять больше территорий в российской стороне. Если я правильно понимаю ситуацию, которая сегодня, как бы, вот она актуальна сейчас. Все остальное это wishful thinking, да, в реализме мы не имеем права думать категориями хотелок, а должны рассуждать рациональными, прагматичными категориями и опираться, естественно, на реальное положение дел. Того, что сейчас происходит на линиях фронта. И это тяжелая ситуация для украинской стороны. Она очень тяжелая для российской стороны, да, без преувеличения, это нужно сказать. Но, опять же, Россия воспринимает это как национальный интерес. Я видел 14-минутное видео на Ютубе, где президент сразу после инаугурации, Путин, собрал Шойгу и офицеров, старших полковников, генералов, которые отвечают непосредственно, боевых офицеров, да, которые непосредственно отвечают за введение боевых действий там. То есть не самые старшие командиры, как бы, а командиры такого, полковник-генерал-майор, да, такого ранга. Все, естественно, с иконостасами на груди, все награжденные. И там была часть, которая была для прессы открыта первоначально, да, где он их приветствовал, он с ними общался. И он там, с чего он начал, просто к чему я это привожу, да. Он там начал с того, что, как бы, мы нацелены, сказал он, я буду перефразировать, не буду цитировать, примерно вещи буду говорить, да. Он сказал, что мы нацелены на то, чтобы сделать жизнь россиян, как бы, лучше, развивать науку, культуру, образование, уровень жизни поднимать. И все, и все, и все, как об обычном нормальном государстве должно происходить. Но это все, не в том, что второстепенно, как бы, но это все зависит от того, он сказал, зависит от ваших успехов на поле боя. В войне сейчас, в российском политическом истеблишменте, придается первостепенное значение. Россия милитаризуется. Она начала это делать до 22-го года, да, с 14-го года этот процесс шел, он активно начал идти, естественно, с 22-го года. И сейчас, к 24-му, он уже, как бы, на рельсах и активно движется вперед. Общество милитаризируется, экономика милитаризируется, сейчас мы об этом поговорим чуть-чуть позже. И это очень плохой знак, вообще, для всех, не только для Украины. Это плохой знак для Восточной Европы, это плохой знак для НАТО. И, опять же, помним, армия воюет больше двух лет, она многому научилась, да. Глупости, типа, если враг, если мы врага не видим, то и враг не видит нас, больше никто не произносит, да. И теперь, и те ошибки в снабжении, да, ромелевского масштаба, да, уход, отрыв вперед, да, все, что мы видели в первое время, да, в первые месяцы войны. Этого больше ничего не происходит. Ну, по крайней мере, очевидных вещей таких не происходит. И это даже американская пресса отмечает, что сегодня украинская армия приходит с ними делать совершенно другим врагом, да, на другом уровне уже воюющим. Поэтому здесь ничего, на самом деле, оптимистичного у Блинкина в реалии сказать, я не знаю, что можно найти оптимистичного сказать. Ну, нужно усиливать тогда поддержку. Если нет желания идти на диалог и войну эту останавливать, а, наверное, Соединенные Штаты Америки единственная страна, которая в состоянии, по крайней мере, быть инициировать такой диалог. Но, опять же, напомню, идеология в этой администрации превыше прагматизма и рационального рассуждения. Так мне кажется. То есть, на мой взгляд, опять же, я говорю сейчас вещи, которые спорные, конечно же, да, но мне видится это так, что, когда идеология начинает вмешиваться во внешнюю политику, начинаются огромные проблемы. Потому что теперь, если Байдена администрация будет инициировать диалог, она будет выглядеть слабой. Ну, это смешно говорить в данном случае, правда ведь? Мы-то все понимаем, как бы, администрация выглядит слабой, начиная с момента, с первого своего лета, с 21-го года, с августа. Но администрация будет выглядеть слабой, да, совсем, и распишется в том, что она допустила серьезнейшую стратегическую ошибку, идя на поводу, как бы, у стратегии, которая была, на самом деле, имплементирована впервые Обамы в 2014 году. Администрация не хочет в этом расписаться, конечно же. Поэтому продолжается, на мой взгляд, это абсолютно сегодня бессмысленное, на мой взгляд, да, продолжение своей линии. В какой-то момент нужно, наверное, было бы уже повернуть, а в другую сторону. Мне так кажется, это слишком дорогое удовольствие, и, помимо, дорогое не в смысле денег, а в смысле материального, человеческого ресурса, который эта война забирает. Опять же, если американская администрация этих движений в сторону диалога не начинает, то, естественно, что Украина сама будет продолжать делать то, что нужно делать, в данном случае защищаться, и нет никакого варианта даже, да, что Россия могла быть открыта к диалогу непосредственно напрямую с Украиной. Это вряд ли уже в этой ситуации возможно, и мы это видим, вот и по попытке покушения на Зеленского, например, да, и на украинское военное руководство. Со стороной, с которой хотят разговаривать, я уже раньше об этом говорил, обычно руководство этой страны не убивают. Не пытаются, простите, убить. Теперь, ну и опять же, надо еще доверие выстраивать. Ладно, пошли дальше, потому что еще очень-очень важный момент, который нужно проговорить в этом сегменте. В воскресенье было объявлено о том, что Шойгу увольняется, именно этим языком, увольняется с позиции министра обороны. Вместо него заходит Белаусов, который до этого был вице-премьером и курировал экономический блок. Да, и сам Шойгу становится секретарем Совета Безопасности, который до того воскресного дня возглавлял Николай Патрушев, который теперь пока непонятно где завис. Значит, все разговоры, которые конспирологические шли. Да, тут много аспектов у этого момента, я постараюсь их просто обозначить. Опять же, напоминаю, я не живу в России, поэтому, естественно, друзья мои, если вы хотите полный, объемный анализ того, что происходит, конечно, лучше слушать здесь российских политологов, которые находятся либо в России, либо вне ее сейчас по разным причинам. Но они, по крайней мере, лучше себе это представляют, они внутри. Да, Екатерина Шульман, на мой взгляд, в данном случае является самым прям блестящим аналитиком, которого я за последние годы, наверное, слышал по разным вопросам. Поэтому некоторые вещи, которые я буду говорить так или иначе, конечно, будут перекликаться с ее мнением, потому что оно для меня, ну, самое высокоинтеллектуальное, наверное, самое продуманное. И вообще, я прям, я в шоке от уровня этого анализа. Вот, ну, не в этом сейчас дело. Дело в том, что, смотрите, как бы есть понятные вещи, есть момент, ну, во-первых, того, что сам Шойгу, конечно же, не, если, если, да, давайте скажем так, если вот сценарий 22-го года февраля был, на самом деле, его сценарий, то это, конечно, страшный провал. В любом случае, тот, кто это продумал, конечно, должен был пойти под суд. Но разговоры-то шли, на самом деле, что Шойгу вообще уже арестован, и что, на самом деле, Апатрушев пытался совершить переворот. Вот, вот такие я вижу в конспирологические всякие разные, разную ахинею, которая кое-где там, опять же, мы же знаем только, когда морда окравленного бульдога выскакивает из-под ковра, а это же бульдоги под ковром, но в любом случае, да, исходя из того, что этот решафл, это пересдача этой колоды, которая есть, он, этот решафл, никуда не девается, сын Патрушева, если не ошибаюсь, становится, поднимается, с позиции губернатора, так понимаю, перейдет на позицию федерального министра, и если лояльный Путин человек вдруг бы совершал переворот, то явно совершенно, что члены его семьи бы не поднимались. Ну, и мы еще не знаем, о каком назначении, говорит Песков, что скоро вы узнаете, как бы, о назначении Патрушева, куда он пойдет, я думаю, что никуда из близкого круга он не денется. Вот, это первый момент. Второй момент, там есть разные версии того, куда он может пойти, что может появиться орган круче, чем Совет Безопасности, который будет возглавлять Патрушев. Посмотрим на это. Значит, Шойгу тоже из ближнего круга никуда не уходит, Совет Безопасности, это структура, которая работает, это институт известный, вот, и он все равно, как бы, ухо президента имеет, и вот об этом, кстати, Вов Триджону тоже написал. Теперь, почему Белоусов? Потому что, как, опять же, из того, что я прочитал и услышал, да, потому что война надолго, милитаризация общества требуется определенная, и требуется большая роль государства, как пишет, опять же, американская пресса в экономике, потому что, опять же, за счет оборонного заказа экономика растет. А ресурсов не так, то есть ресурсов много, но нужно их, опять же, они не бесконечны, и нужно правильно их расходовать, поэтому, как бы, понятно, что поток средств, поступающих в российскую экономику, от экспорта, он уменьшился, и нужно, как бы, теперь это расходовать с большей осторожностью, и, главное, меньше, как бы, чтобы коррупционная составляющая была меньше, да, то есть, как бы, теперь те, кому, кто может заниматься подобными вещами, они не могут быть и на средних, и на нижних звеньях, да, они должны быть все-таки, если да, то, как бы, чуть повыше. Поэтому, учет плюс контроль необходим, но, опять же, Белоусов выступал всегда за кинесианскую модель, как понятно, да, за большую роль государства в экономике, ну, все уже давно кинесианцы, Америка, само собой, Германия, Япония, вся модель, да, где государство, как бы, регулирует, какому бизнесу подниматься, как это делать, потому что так безопасней, да, роль государства здесь очень важна, и Белоусов в эту тему очень хорошо вписывается, это первый аспект. Второй аспект, как бы, нужна реформа же все равно, нужно что-то менять, но при этом со стороны, брат, человека в такой ближний круг опасно, потому что, если он слишком харизматичный, да, если уж он слишком такой прям привлекает к себе внимание, то это, конечно, определенные есть тут угрозы лидеру, поэтому этого допускать нежелательно, особенно в начале шестилетнего срока, понятно, когда, допустим, в конце шестилетнего срока, если вдруг возникнет желание уходить на пенсию, то можно привлечь, там, на четвертом, пятом годе, как бы, преемника, да, например. Но это, пока, я так понимаю, не стоит на повестке дня, и неизвестно, будет ли стоять на повестке дня через шесть лет. Вот, будем откровенны. Поэтому тут очень важно, да, у Белоусова, как бы, здесь, он, на самом деле, как бы, он умный, но он не настолько харизматичный, чтобы, как бы, затмить главное действующее лицо в данном случае. Так представляется это американской прессе, я с этим, наверное, соглашусь. Вот. Ну, и опять же, для бизнеса, как бы, порядка, скорее всего, будет больше. Сам Белоусов говорит, что он же не военный человек, да, но при этом, как бы, естественно, он менеджер, и он будет сконцентрирован, по началу, как бы, на логистике, на разных логистических вопросах, чтобы военнослужащие получали то, что они должны получать. Это тоже, на самом деле, для, с точки зрения военного, как бы, министерства такого большого и серьезного, которое может стать в какой-то момент, ну, не государствообразующим, но, по крайней мере, одним из главных сегодня находится, и уже является одним из главных государств, да, ведущим военные действия. Это, на самом деле, наверное, правильный ход, да, с точки зрения президента в данном случае. Ну, а дальше надо удождаться, какую позицию займет Патрушев. В итоге, одно понятно, война надолго, потому что требуются уже, как бы, совсем другие вещи. Скорее всего, сроки здесь уже даже роли дальше не играют, и будет дальнейшая, как бы, переориентация на экономике, на военные рельсы. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть 2, с вами Кирилл Задов. Сегодня 14 мая... Правильно? Да, 14 мая 2024 года, вторник, и 14 мая 1948 года было объявлено создание государства Израиля. Сегодня 76-я годовщина. При этом каждый, я говорил вам, что каждый 19 лет полностью совпадает лунные и солнечные календари, и, соответственно, сегодня точно такой же день. То есть, именно в такой же точный день было создано официальное государство. Была предпринята декларация независимости. В этом музее я был и слышал запись речи Бунгариона. Там это очень важная, на самом деле, для всех, кто приезжает в Израиль, вещь, которую необходимо сделать. 76-я серьезная дата, потому что 76 в сумме означает 13. 13 – это число Всевышнего, поэтому этот день независимости особенный. Да, именно поэтому, наверное, 76-й год был очень-очень сложным. Мы это увидели 7 октября, в праздник Шмини-Ацерет Симхастойра. Да, мы увидели, что на самом деле произошло. И, как мы понимаем, что война за независимость, она ведется сейчас. И эта война, да, как сказал Натани Ягу в церемонии, предварительно записанной своей речи, которую крутили на церемонию, которую я вчера смог посмотреть, независимость – это возможность самим себя защищать. Я надеюсь, что все мы теперь понимаем, что на самом деле реально эти 76 лет Израиль не был независимым. И сейчас он не является независимым по нескольким моментам. Да, первый момент, самый главный, потому что у Израиля нет достаточно боеприпасов самостоятельно для того, чтобы себя защитить, когда это надо делать. Ну и опять же, когда вам нужно где-то строить, вы не звоните в другое государство и не спрашивайте на это разрешение. Если вы находитесь как бы на своем доме, на своей территории, вы независимы. Поэтому, естественно, мы говорим об ограниченной независимости. Здесь и ограниченном суверенитете. Давайте это скажем, это правда. И главное, что мы должны делать, это быть интеллектуально честными. Теперь мы встречаем этот праздник в тяжелый момент, потому что война идет полным ходом, и эта администрация, которая сегодня возглавляет США, не дает Израилю фактически победить. Мало того, что она не дает ему победить, связывая его руки. Израиль сейчас находится в дилемме. Если он будет слишком тяжело воевать в Рафахе, добиваясь своей цели уничтожения последних четырех основных батальонов, то тогда он вызовет, скорее всего, еще большее давление, чем то, которое сейчас на него используется. Опять же, еще большее задержки в поставках боеприпасов. И потенциально даже какие-то резолюции в Безон, которые США не завитуют. Например. А если он будет делать то, что он делает сейчас, то достичь той цели, которую он ставит перед собой сейчас, то полное уничтожение военной структуры Хамаса, будет невозможно. Так, по крайней мере, это выглядит со стороны. Я не знаю, я могу ошибаться, но так это выглядит для меня тоже. То есть, это дилемма. И Натаньяку за несколько дней до праздника сказал, что я готов руками, ногтями, зубами воевать, сражаться за Израильский, как бы за победу. Для этого требуются не только слова, а требуется прям реально решимость. В какой-то момент просто совсем поссориться с Америкой в какой-то момент. Потому что, ну, с этой администрацией, по крайней мере. Потому что уже есть аналитики, которые говорят, что тот дэмидж, который американо-израильским отношением нанес президент США Байден, вот сейчас, да, при основной поставке вооружений, он, на самом деле, огромный дэмидж, огромный ущерб. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали, опять же, есть же еще, мы видим, что в Газе у нас тут появляются еще и новые очаги сопротивления, бывшие старые очаги сопротивления. И Джебали, и Зайтун, вот Израильский армия там сейчас воюет опять, потому что Хамас там опять появляется. И военные аналитики говорят, что это может еще очень долго продолжаться, поэтому тут, как бы, удивляться этому не надо. Именно поэтому военная фаза будет затянута, она не будет быстрой. Это не блицкрик. Ну, об этом, кстати, военные израильские говорили в самом начале войны, да, в самом начале начала наземной операции, в первые ее дни. Что это надолгая история, не надейтесь на быстрый успех. Тут, как бы, тоже все понятно. Теперь, относительно того, как дальше вся ситуация будет развиваться, ну, смотрите, год назад не было вопроса о том, что надо вести войну одно время на два, а может быть, даже и на три фронта. Сегодня такие вопросы стоят активно перед государством. Государство сегодня пытается эти вопросы решать, по крайней мере, поэтапно, поступенчато, да, но так диктует ситуация. Мы видим, обстрелы продолжаются очень активные. Обстрелы, я имею в виду, севера. Есть убитые. Сегодня, вчера, точнее, был обстрел от противотанковой ракеты, погиб один гражданский, четверо солдат ранены. Сегодня, может быть, даже цифры поменялись. В самой ГАЗе много раненых сегодня. То есть, мы видим, что реальность войны на два фронта, она вот стала за последний год абсолютно вот такой вещью, которую все уже сегодня понимают, что это, да, возможно. За последний год мы увидели огромное количество израильтян, перевезенных из своих домов, мы увидели страшные потери, мы увидели огромное количество заложников, да. Когда-то мы решали, Израиль решал вопрос освобождения только одного Гелада Шалита, сегодня решается вопрос освобождения десятков и десятков человек. И это страшные и серьезные испытания. У меня нет сомнений, что Израиль эти испытания пройдет успешно. Все те, кто должны быть наказаны за то, что произошло, будут наказаны. Я так думаю. Причем это касается, естественно, Хамаса и тех, кто их поддерживает. Ну и, само собой, это касается тех в руководстве страны, которые это все допустили. Потому что понятно, что полный расчет того, по чьей вине это произошло, технически и стратегически, и тактически, да, это все должно будет быть опубликовано, и все эти меры должны быть приняты. Но в любом случае, на мой взгляд, как бы ситуация не выглядела печально, а сейчас очень много таких голосов, что вот это же самый грустный день независимости, на самом деле есть повод и для оптимизма очень большой. Страна объединилась. Страна решает вопрос обеспечения своей собственной безопасности. Это важный вопрос, который надо продолжать решать. А мы с Ройл Хай. Успех и победа будет за нами. Сомнений у меня в этом нет никаких. Я вам вас могу с вами разобрать. Спасибо большое, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра.